Задумывались ли вы когда-нибудь откуда берутся артефакты? Да, мы знаем что из аномалий, но как именно они появляются? Всем привет ребята, с вами снова я Мануэль и в этом видео мы поговорим о самых полезных артефактах зова Припяти и откуда они берутся. На самом деле, точной информации как образуются артефакты мы не имеем, но есть такое мнение, что артефакты получаются из того, что попадает в аномалию. Чаще всего это конечно же живые существа, но и неорганические материалы тоже перевариваются, скажем так. Отсюда лично мое мнение, что артефакты это отход жизнедеятельности этой самой аномалии. В зависимости от того какой силы и какого типа аномалия такой и получается артефакт. Артефакты вызывают большой интерес у ученых и они за них неплохо платят. Зная это, в зону постоянно прибывают новые сталкеры, мечтающие заработать много денег на продаже этих загадочных образований и свалить из зоны. Вот только далеко не у всех это получается. Ключевой особенностью артефактов являются их свойства и способность воздействовать на живой организм. Например, артефакт-пузырь имеет свойство выводить радиацию и не имеет отрицательных эффектов, в отличие от других артефактов. Вообще, пузырь самый сильный артефакт на поведение радиации, он образуется рядом с химическими аномалиями. Золотая рыбка же обеспечит вас максимальной грузоподъемностью, образуется в аномалиях типа воронка. Огненный шар, ломать мясо, вспышка, лунный свет смогут хорошо защитить вас от различных аномалий. Каждый названный артефакт является лучшим в своем роде, но не стоит забывать про броню, хорошо защищающую от аномалий. А такие артефакты, как светляк и пламя, смогут затягивать раны на вашем теле и останавливать кровотечение. С ними вы сможете забыть об аптечках. Также встречаются редкие артефакты типа компас и совсем уникальные типа сердца оазиса и штурвал. Искать артефакты следует рядом с аномалиями, если повезет, то артефакт будет неподалеку, а если нет, придется рисковать жизнью и лезть чуть ли не в саму аномалию. Есть одна вещь, вызывающая у меня вопросы. Например, в Тень Чернобыля артефакты можно было заметить невооруженным глазом, и для этого не нужны были никакие детекторы. А в чистое небо и зов Припяти, не достав детектор, вы никак не увидите артефакты, даже если будете стоять точно на том месте, где они сейчас находятся. И это очень странно, логичнее было бы оставить так, как это было в Тень Чернобыля, а то получается магия какая-то, артефакты растворяются в воздухе. Ребята, если вам понравилось видео, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, это очень важно. Также не забывайте вступать в мою группу ВК, ссылка в описании. А с вами был Мануэль, всего вам доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова